Мы приступаем сейчас к обсуждению, во-первых, того, о чем сказал президент на общении с прессой, и во-вторых, того, что мы слышали сейчас от Лидии Михайловны. Главная цифра, которая нас интересует, это явка 67,7% на 18 часов, то есть она наверняка будет выше 70, что говорит нам о том, что выборы можно признать состоявшимися. Мне интересно, Евгений, ваше мнение о том, как вообще проходила эта избирательная кампания. Отличалась ли она от той, что была 4 года назад? В общем-то, как и любые выборы, эти имели многие отличительные признаки, во многом были и похожи на предыдущие выборы. В общем-то, всегда устанавливается в любой стране некая традиция, как законодательная, так и правоприменительная, поэтому от выборов к выбору мы имеем многое похожее. Но эти выборы, еще раз повторюсь, некоторые элементы новизны привнесли. Хотя вот я всегда люблю обращать внимание на такие болевые точки, и мне кажется, главная болевая точка все еще остается. Она заключается в том, что у нас вокруг выборов больше процедурных дискуссий, дебатов и споров, нежели содержательных. Программы кандидатов, именно вот не просто какие-то листовки и заявления, а программные какие-то предложения, они пока еще остаются такие достаточно декларативными. Мне бы хотелось, чтобы вы привели пример, а где, собственно, программы обсуждаются. Обычно всегда идут какие-то скандалы, но программы обсуждаются далеко не везде, далеко не во всех странах. Ну, есть особенность того, как устроена, во-первых, партийная система в разных государствах. Там, где роль партии доминирующая в политической системе, программы идут как бы всегда фоном любой политической компании. И уже даже если на пике каких-то электоральных моментов возникают скандалы, то, по крайней мере, все равно дискуссия о программах, о том, как дальше вести государственный корабль, именно с точки зрения различных депутатов и партий, которые они представляют, она имеет место больше. Там, где есть парламентская партийная культура, там, где есть культура политических дебатов. Там, так или иначе, обсуждаются партийные программы и программы конкретных депутатов. Мне интересно, что вы думаете относительно высказываний, которые в том числе звучали в программе «Контур» в последнее время от независимых экспертов, о том, что, может быть, нам потихоньку присматриваться к смешанной системе выборов. Это наше будущее или нет? Я считаю, что, конечно, идеальная система, которую, знаете, можно взять со стены и прикрепить себе, не существует. Все это, как правило, метод проб и ошибок. Но, на мой взгляд, я согласен с этими тезисами, нам все-таки стоит посмотреть в сторону движения, наверное, к смешанной какой-то партийной системе. Опять-таки, пробуя те форматы, которые нам больше подходят. По той простой причине, что, вот я повторюсь, программная составляющая наших дебатов, она очень низка. И когда нет программы, о которых можно поговорить и поспорить, люди в любом случае склонны к тому, чтобы начинать говорить о чем-то другом. Там не так считают, там не так смотрят. И вокруг этого возникает скандал, вернее, даже такой некий конфликт, неважно в каких пропорциях в обществе, которым никто не заинтересован. Потому что, в конечном итоге, одна из функций выборов — это консолидировать. Она может консолидировать только вокруг вот этих программных глубоких предложений, которые могут идти от партии. Даже трудно назвать политическими. Они организационные, скорее. А президент, как вы слышали в своем сегодняшнем выступлении перед журналистом, говорит о том, что он ждет от депутатов, которые вновь будут избраны в парламент Беларуси, политической активности. Как внутри страны, так и за рубежом. Скажите, зная тех кандидатов, которые баллотировались, вы предполагаете от них увидеть вот эту политическую активность? Ну, как минимум, от кого-то я бы ожидал активности. Политической, тут тоже нам нужно понимать, что имелось в виду. Не обязательно политическая активность рассматриваться должна с точки зрения того, что должно происходить в предвыборной кампании. Я могу привести конкретный пример. Вот я, например, очень неоднозначно относился к некоторым комиссиям в уходящем парламенте. Потому что мы уже второй год организуем достаточно высокого уровня, например, конференции по тематике международных отношений и безопасности в нашем регионе под брендом «Минский диалог». И вот Министерство иностранных дел принимает активнейшее участие. Министерство обороны всегда делегирует специалистов, которым есть что сказать. Приезжают депутаты из других стран. И лишь комиссия по международным делам Палаты представителей всегда отвечает на наши интенсивные приглашения таким, знаете, глубоким и продолжительным молчанием. Вот я бы вот такого рода активность хотел бы видеть одного парламента. Я думаю, это и есть то, о чем и говорил президент. Как ли вы уже обратились в международные тематики, президент об этом сказал довольно много. Мне интересно знать ваше мнение, в частности, о санкциях, то, что сказал президент, и, может быть, о налаживании международных отношений, полноценных дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. Вообще процесс налаживания отношений с Западом в целом идет где-то с конца 2012 года. Это очень сложный процесс. И самое большое достижение последних лет в том, что мы разорвали вот этот порочный круг, когда после каждых выборов отношения падали. И потом и наша сторона, и западные государства путем неимоверных внутренних усилий пытались как-то сблизиться. Вот, слава богу, этого не произошло в прошлом году после президентских выборов. Сейчас общее настроение абсолютно у всех продолжать этот тренд. Опять-таки, он не может быть легким. И я даже думаю, на самом деле, что нам не нужно какое-то очень быстрое возближение, радикальных изменений. Нам нужно точно понять возможности друг друга, точно понять интересы друг друга, провести, знаете, такую сверку или аудит собственных интересов и возможностей и двигаться дальше. Мы посмотрим, конечно, что будет происходить в ближайшие дни после того, как миссия ФБСЕ обнародует свой доклад. Но все пока указывает на то, что вот этот процесс улучшения отношений должен продолжиться. Одна из главных причин в том, что, как мы все, наверное, к сожалению, видим, региональная ситуация с точки зрения безопасности оставляет желать много лучшего. И в этой ситуации многие другие вопросы отходят на второй план. А как, на ваш взгляд, в этой ситуации будет воспринят вот этот жест с демонстрацией российского флага на Паралимпиаде в Рио? Ну, в общем, наверное, европейцы, по крайней мере, да может и американцы, это должны, так сказать, к осторожности воспринять. Я думаю, нет. Хотя я вот на днях слушал, каждый утро слушаю радио Би-Би-Си, просыпаясь, и там очень подробно рассказывали, кто и что это сделал. Есть традиция на Руси утром слушать Би-Би-Си. Да, примерно так и происходит. Но, на самом деле, я не вижу какого-то здесь большого политического переломного момента в этой ситуации. Тем более, что, я думаю, многие воспринимают вот эту проблематику недопущения Российской Олимпиады тоже сквозь призму либо технических проблем, которые существуют вокруг Олимпийского движения, либо даже сквозь призму каких-то гуманитарных таких понятий, как справедливость. Поэтому чисто политические коннотации я здесь пока, по крайней мере, из общения с своими коллегами не вижу. А у вас какие были чувства, признаетесь, когда вы стали свидетелем вот этой демонстрации российского флага белорусской делегации? Чувств каких-то особых у меня не было, потому что я узнал об этом с некой задержкой. Поэтому чувства начали возникать, когда я уже читал то, что об этом писали в первую очередь в белорусских интернет-сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Но, в целом, я вообще сторонник, конечно, не смешивать политику и спорт. Так утверждают, что это не политический шаг был. Ну, это нужно, естественно, спрашивать у тех, кто этот шаг совершил. Я вижу аргументацию тех, кто говорит, что вот это тоже наш знак в сторону справедливости и солидарности. Я также вижу и аргументы тех, кто говорят, что все-таки политика за олимпийским движением. Хотя, конечно, тут тоже есть ряд аргументов, что в первую очередь привело вообще к решению дисквалификации России. Не знаю, связано это или нет, но президент сказал о том, что минувшим вечером состоялись очередные переговоры на уровне вице-премьеров между Россией и Белоруссией по нашим газовым отношениям. И мы близки к заключению договора. Это ведь важно. Абсолютно важно. Кстати, даже уже появились голоса, которые связывают вот эти два события, которые мы с вами последними обсуждали. Кстати, я могу еще раз обратить внимание, что информация о договоренности по газовым опросам появилась впервые, по крайней мере, такой, как говорили, слив где-то полторы-две недели назад. Но потом как-то эта тема ушла на второй план. Если сейчас она возобновится, ну, я думаю, что в том числе можно будет и поаплодировать немного и белорусской дипломатии. Евгений, я вас благодарю. Спасибо. Директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества «Либеральный клуб» Евгений Прегерман принимал участие в нашей программе.